Клещи проснулись, а это значит, идя на рыбалку в лес или просто гуляя по городскому парку, есть кого бояться и опасаться. Семь покусов клещом на территории Искитима и района уже зарегистрировано. Из них два покуса в городе – в парке Южного микрорайона и микрорайоне Ложок. Все пострадавшие сразу обратились в Искитимскую центральную городскую больницу и вовремя получили вакцинацию. В течение 72 часов вы должны к нам обратиться, не позднее. Позднее иммуноглобулин не ставится. Если человек застрахован, нужно при себе иметь паспорт обязательно, потому что без паспорта мы не примем паспорт и страховой полис. Лицу застрахованному от клеща ставят вакцину иммуноглобулина бесплатно. Если обращается с покусом незастрахованный, он получит вакцину за деньги. На сегодняшний день каких-либо перебоев в Искитимской центральной городской больнице с ней нет, отмечает Надежда Клименко. Нам приходите в Трампунт, Пушкина 52, в регистратуру обращайтесь и вам все объяснят. Работаем мы круглосуточно. У меня собаки приносили весной и осенью, больше всего клещей. Приносили домой. Я снимала, сжигала, сама снимала. Я привыкла, что собаки приносят. Страшно, что меня могут укусить ребенка. Сегодня работники городской больницы обращаются ко всем жителям Искитима и района, чтобы они, находясь на природе, соблюдали элементарные правила. Как можно чаще осматривали себя, верхнюю одежду заправляли в брюки, а брюки – в носки и обязательно надевали головной убор. Также следует пользоваться средствами химической защиты от клещей.